Продолжение следует... В следующие 25 минут вас ждет много интересной и полезной информации. Итак, смотрите в сегодняшнем выпуске. Статистика происшествий. Что случилось на дорогах Республики за последнюю неделю? Как и где можно получить международное водительское удостоверение? Что будет при повторном нарушении правил дорожного движения? Как провести и оформить медосмотр водителя без нарушений? Предварительные итоги работы Госавтоинспекции за 2023 год. А в конце программы, по традиции, наша популярная и любимая вами рубрика «Тест про его дорожное движение», который сдаст телеведущий НБК САХ Ольга Пухова. А в начале нашего выпуска мы предлагаем вам обзор происшествий на дорогах Республики за последнюю неделю. На автомобиле на дорогах Республики с 27 ноября по 5 декабря зарегистрировано 10 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадало 14 человек, в том числе один несовершеннолетний. Так, 29 ноября на перекрестке улиц Аюнского-Октябрьская водитель, управляя автомашиной Тойота Камри, при повороте налево не предоставил преимущественное право проезда встречным автомобилем Мазда Акселла. Совершил с ним столкновение. После удара Тойота Камри отбросила на переходящих по пешеходному переходу дорогу людей. Женщина-пешеход получила травму. Аналогичное происшествие произошло 3 декабря на перекрестке улиц Зижинского строителей. Водитель также не предоставил преимущественного права проезда встречному автомобилю, в результате чего пассажиры последнего обратились в больницу с травмами. Им назначено амбулаторное лечение. Водители при этом в момент происшествия были трезвы. В этот же день, 3 декабря, в дежурную часть МВД России по Мегино-Кангаласскому району поступило сообщение о том, что на 1146-м километре федеральной автодороги Лены произошло ДТП с пострадавшими. В ходе проверки было установлено, что водитель автомашины Тойоты Приус Гибрид, выезжая с проселочной дороги на перекресток, не предоставил преимущества автомобилю Тойота Королла Филдер, который двигался по главной дороге со стороны поселка Нижний Бестях. Пассажир Тойота Приус Гибрид, а также пассажир и водитель Тойота Королла Филдер с различными шубами и травмами были доставлены в Мегино-Кангаласское ЦРБ. Водитель-виновник ДТП не пострадал в ходе проверки от водителя, шел запах алкоголя изо рта, но от прохождения медицинского свидетельствования на состояние опьянения он отказался. Госавтоинспекция напоминает всем водителям быть максимально внимательными на дорогах. При тумане снижайте скорость, соблюдайте безопасную дистанцию и боковой интервал между автомобилями. Используйте противотуманные фары. Перед началом движения протирайте запотевшие стекла и проверяйте справность всех световых приборов. А также будьте предельно внимательными вблизи пешеходных переходов и избегайте резких маневров. А мы продолжаем. Предрейсовый медицинский осмотр обязаны проводить все транспортные организации. Он показывает, есть ли у водителя проблемы со здоровьем, употреблял ли он алкоголь или наркотические вещества. Это помогает предотвратить серьезные аварии на дорогах. Все данные при этом нужно фиксировать в путевом листе. Как это правильно сделать и на что обращать внимание, в сюжете нашего корреспондента Ларина Сукуевой. Предрейсовый медицинский осмотр обязателен для всех водителей, которые числятся в компании или занимаются постоянными разъездами на служебном автомобиле. Если водителей в штате немного, они могут приезжать на осмотр в медицинскую организацию сами. Если их достаточно, как, к примеру, в телекомпании НВК САХ, работодатель договаривается с фельдшером больницы о медосмотре на своей территории. При этом медработнику нужно иметь не просто медобразование. Он должен пройти дополнительное обучение и получить сертификат с правом проводить медосмотры. Нам это объяснила Милиана Павлова, предрейсовая медсестра телекомпании. Сперва у пациента спрашивают жалобы, потом измеряем пульс, давление. И есть ли какие-то признаки опьянения. От рейса водитель будет отстранен при учащенном пульсе, повышенном давлении и когда медик сомневается, трезв водитель или нет. Если шофер не пришел на медосмотр, отказался его проходить или уклоняется от этой процедуры, медсестра не имеет права выпустить его в рейс. Есть жалобы? Жалоб нет. Чувствую себя хорошо. Готов к работе. Хорошо. Итоги обследования фиксируют в двух документах. В журнале осмотров и в путевом листе. Медосмотр показывает, есть ли проблемы у водителя со здоровьем, употреблял ли он алкоголь или наркотические вещества. А это, безусловно, помогает предотвратить серьезные аварии на дорогах. А вы мне откройте? Ага. В Якутии продолжает снижаться количество ДТП. Это связано с улучшением дорожной инфраструктуры, ужесточением наказаний за нарушения ПДД и более ответственным поведением водителей и пешеходов. Однако вопросы с электросамокатами и другими средствами индивидуальной мобильности привели к росту числа ДТП с их участием. Предлагаем разобраться в статистике аварийности за 11 месяцев 2023 года вместе с Сергеем Дмитриевым, заместителем начальника управления ГИБДД Министерства внутренних дел по республике Саха-Якутия. Сергей Данилович, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, что говорит нам статистика? Статистика говорит о том, что показатели смертности и травматизма снижаются на наших дорогах. Так ли это и как давно прослеживается такая тенденция? Да, в действительности вы абсолютно правы. У нас снижается тенденция травматизма в части гибели людей в автоавариях на территории республики. Но все же количество дорожно-транспортных происшествий остается на уровне прошлых лет. В том числе и получение вреда здоровью от таких происшествий. Так, например, за 11 месяцев текущего года на территории республики зарегистрировано 749 дорожно-транспортных происшествий, в которых 62 человека погибло и 972 получили ранения различной степени тяжести вреда здоровью. Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, с 2022, то у нас отмечают снижение тяжести последствий в виде смертности с 79 до 62. При этом стоит отметить незначительный рост общего количества ДТП с 679 до 749 и рост причинения вреда здоровью от таких ДТП с 905 до 972. Такая статистика ДТП, при этом это не только пьяные водители и любители выехать на встречку, но также и те, кто использует электросамокаты и средства индивидуальной мобильности. Каково количество зарегистрированных ДТП с их участием? С электросамокатами и средствами индивидуальной мобильности у нас всего на территории Якутии было зарегистрировано в двух случаях такие ДТП. Это в городе Якутске. Такие ДТП были зарегистрированы в летний период времени, когда они активно использовались. Но в основном, хотелось бы отметить, тут причинами ДТП не являются в основном, в основной массе это управление водителем в состоянии опьянения. Нет, в большинстве случаев причины кроются совсем в другом. Это нарушение банально водителям правил дорожного движения, либо пешеходам. То есть, к примеру, выезд на встречную полосу, движение несоблюдения, дистанции и тому подобное. Какие основные проблемы вы можете отметить на дорогах города Якутска и республики в целом? Что приводит опять же к аварийности? Ну, тут надо понимать, в любом ДТП, когда рассматриваем, а мы рассматриваем каждое ДТП на территории республики, нужно понимать, разграничивать основные причины и сопутствующие причины. Основными причинами, как правило, являются это в любом случае нарушение правил дорожного движения, как я уже ранее сказал, либо водителям, либо пешеходам. Из сопутствующих причин в действительности у нас на территории республики имеются факты, когда у нас неудовлетворительные дорожные условия сопутствовали совершению дорожно-транспортных происшествий, либо банально отсутствие тех или иных технических средств организации дорожного движения. Так, например, вот если примеры привести, в текущем году был ряд резонансных ДТП с участием водителей, которые съехали с проезжей части, попали в водоем, допустили опрокидывание, где, к сожалению, фиксировалась смерть людей в таких ДТП. Это на автомобильных дорогах регионального значения такие факты фиксировались. В данном случае, в действительности, у нас там отсутствует удерживающее барьерное ограждение. Но нужно понимать, что у нас не во всех случаях его возможно поставить. Есть определенные требования, которые мы в действительности требуем, как надзорный орган, и выявляем такие факты. И отрабатываем уже с органами исполнительной власти, в том числе и с Министерством транспорта и дорожного хозяйства, по установлению таких вот ограждений. Это я как пример привел. Имели факты быть, в действительности, когда у нас период гололедицы, когда мы переходили к зимнему периоду времени, в действительности у нас такие тоже факты отмечались, где у нас была гололедица, недостатки зимнего содержания. Но с учетом наших климатических условий в республике, с ней борются активно, но все-таки стоит отметить, что невозможно ее победить, как говорится, своевременно всю ее ликвидировать. на больших участках дорог, поскольку протяженность у нас в республике довольно-таки большая дорога. Ну, опять же, если мы говорим об улицах Якутска, то многие из них оснащены камерами. Все верно. Как вы считаете, лично ваше мнение, насколько им удается эффективно заменить сотрудников ДПС? Ну, тут такое сравнение. Я бы его не стал бы сравнивать. Почему? Я сейчас объясню. В действительности, на территории республики вообще в целом, не только в городе Якутске, у нас установлено 152 единицы камер. Это стационарных камер фиксации административных правонарушений. Помимо этого, у нас используются 10 мобильных комплексов, установленных на наши транспортные средства госавтоинспекции. И в действительности данные камеры, они дисциплинируют водителей. Дисциплинируют в части скоростного режима, в части нарушений, не нарушений, а в части правил проезда перекрестков, пешеходных переходов. Данные камеры все у нас применяются в местах концентрации ДТП, либо в аварийно-опасных местах, либо в местах, где у нас характеризуется большой интенсивностью транспорта. В действительности они дают ряд положительных моментов. Но говорить о том, что они могут заменить инспектора ДПС, это, к сожалению, невозможно. Почему? Потому что силами инспекторов ДПС выявляются, как правило, нарушители грубые, то есть нарушители, грубо нарушающих правила дорожного движения, игнорирующих, в том числе это лиц, управляющих в состоянии опьянения, лиц, выезжающих на встречные полосы движения, лиц, нарушающих правила перевозки пассажиров, в том числе детей. Таким вот образом, я считаю, что такое сравнение, оно маленько некорректное, но все же мое личное мнение, что камеры не могут заменить деятельность инспекторов ДПС. В любом случае несут положительный эффект. Но безупречные несут, большой положительный эффект дают. Я, как ранее выразился, дисциплинируют наших водителей. Что, на ваш взгляд, предстоит еще изменить для обеспечения безопасности дорожного движения? Возможно, что-то планируется, опять же, к реализации следующего года? Сейчас вот трудно сказать, что какие там мероприятия будут реализовываться, но у нас есть некоторые, так сказать, планы, которые мы с органами... Мы в любом случае в обеспечении безопасности дорожного движения мы всегда проговариваем с органами исполнительной власти, с органами местного самоуправления. Вот во взаимодействии с ними мы, конечно же, решаем ряд проблем в обеспечении безопасности дорожного движения. И на следующий год у нас планируется совместно с Государственным казенным учреждением управления дороги и Министерством транспорта и дорожного хозяйства. Это перенос камер фиксации административных правонарушений, допустим, с тех мест, где уже по анализу и учету ДТП не фиксируется ДТП, на те места, где как раз-таки фиксируются. Помимо этого, помимо переноса камер фиксации, их увеличение на автомобильных дорогах регионального, федерального значения, вне населенных пунктов, как правило, рассмотрение вопросов применения возможности фиксации камерами, нарушение правил ремней безопасности. Помимо этого, у нас также в рамках безопасного национального проекта безопасных и качественных автомобильных дорог у нас планируется ряд мероприятий, в том числе и с органами местного самоуправления, и с Министерством транспорта и дорожного хозяйства, по повышению уровня безопасности дорожного движения, в части применения дополнительных технических средств организации дорожного движения, элементов обустройства, в том числе и барьерного ограждения, в том числе и искусственных дорожных неровностей, укладки тротуаров. Тут большой, в принципе, спектр, но конкретика она будет в феврале следующего года. Благодарим вас, Сергей Данилович, за уделенное время. Я напоминаю, что у нас в гостях был Сергей Дмитриев, заместитель начальника управления ГИБДД МВД по республике Саха-Якутия. А мы двигаемся далее. Для автолюбителей, которые предпочитают путешествовать за рулем за пределами России, особый интерес вызывает права международного образца. Данный документ позволяет управлять своей машиной или иным транспортным средством по всему миру, а не только в странах, которые признают российские водительские права. На 2023 год признающих такие права всего 69 стран. Какие это страны и как получить международное водительское удостоверение, мы узнаем в нашей рубрике «Полезное за минуту». Международное водительское удостоверение выдается на основании национального российского водительского удостоверения без сдачи экзаменов. Международное водительское удостоверение выдается на 3 года, но не более, чем на срок действия российского национального водительского удостоверения. Требуются следующие документы, заявление, паспорт, либо иной документ, удостоверяющий личность Фотография размером 3,5-4,5 Оплата госпошлины в размере 1600 рублей Для большинства нарушения правил дорожного движения предусмотрена единая мера Нарушил, заплати штраф, нарушил во второй, заплати штраф еще раз Однако некоторые серьезные нарушения имеют накопительный характер В случае их повторения нарушителем в течение года наказание будет более суровым Давайте сформулируем полный список того, что лучше не совершать даже в первый, а уж во второй раз и подавно Повторным считается правонарушение, которое совершено в период действия административного наказания за аналогичное нарушение, совершенное ранее Этот период составляет ровно один год Но не с момента первого нарушения, а с момента оплаты штрафа или дня возврата прав после лишения Если нарушение было совершено, к примеру, 21 июня 2003 года, а штраф оплачен 15 июля То повторным аналогичный проступок будет считаться вплоть до 16 июля 2024 года В список повторных нарушений, за которые предусмотрены более строгие санкции, попали 10 самых злостных проступков автомобилистов на дороге За повторное управление транспортным средством без регистрации, согласно Кодексу Российской Федерации административного правонарушения ст. 12.1.1.1 Штраф подразумевает опять же 5000 рублей, либо лишение права на срок от 1 до 3 месяцев Серьезнее всего в России наказывают за повторное управление автомобилем в нетрезвом виде Если водитель попался, будучи уже лишенным прав, то его накажут штрафом в несколько сотен тысяч рублей А могут и посадить в тюрьму на два года, если в результате аварии с ним пострадали или погибли люди Если же автомобилист уже имеет судимость за подобное нарушение и снова сел за руль пьяным Штраф может составить 500 тысяч рублей от тюремных срок до трех лет лишения свободы С удовольствием хочу приступить к нашей постоянной и любимой многими рубрике В которой горожане отвечают на вопросы, связанные со знанием правил дорожного движения По традиции наш экспресс-тест состоит из 10 вопросов о своей знании Сегодня в нашей студии проверит телеведущий НВК САХ Ольга Пухова Ольга, здравствуй Антон, добрый день Поделись, пожалуйста, как давно ты за рулем и как ты считаешь, насколько актуальны твои знания правила дорожного движения? Ну, за рулем я более 10 лет и спасибо за возможность проверить свои знания Ну, ПДД? Посмотрим Ну что, все вместе, мы сейчас узнаем, насколько они актуальны Пожалуйста, внимание, наш тест Итак, первый вопрос Сколько перекрестков изображено на рисунке? Первый вариант 1, второй 2, третий 4 Ну, здесь четко видно, что перекресток 1 и получается первый вариант Вариант номер 1 Обязаны ли вы в данной ситуации включить указатели левого поворота? Первый вариант обязаны, второй обязаны, если будете выполнять разворот Ну, мне кажется, что в любой ситуации, не именно в данной ситуации, вообще я, когда собираюсь поворачивать ход, хоть налево, хоть направо, я всегда должна, ну, включить Да, поворот и первый обязаны Вариант номер 1 Хорошо, следующий вопрос Водители должны уступать дорогу другим участникам движения Первый вариант при выезде из жилой зоны, второй при выезде из дворовой территории, третий в обоих перечисленных случаях Ну, мне кажется, что здесь и при выезде из жилой, и со двора тоже я должна уступить Получается, что третий вариант в обоих перечисленных случаях Хорошо, следующий вопрос Продолжить буксировку можно, первый вариант только в направлении А, второй только в направлении Б и третий в любом направлении из указанных Если прямо там стоит знак, что грузовые машины не должны дальше ехать, получается, что только в направлении А, направо я могу только Ваш вариант, ответ номер 1 Да Хорошо, ответ принят Какой из указанных знаков информирует о начале дороги с реверсивным движением? Первый вариант А, второй вариант Б, третий В Ну, тут даже, мне кажется, методом исключения можно сделать вывод, что это В Ваш ответ вариант номер 3 Да, номер 3 Хорошо, идем далее Разрешено ли вам за перекрестком выехать на полосу с реверсивным движением? Первый вариант разрешено, второй разрешено, если вы управляете легковым такси и третий запрещено Запрещено, мне кажется, что третий вариант запрещено Ваш ответ вариант номер 3 Хорошо При повороте налево для въезда во двор вы обязаны наступить дорогу Первый вариант только велосипедисту, второй только пешеходами, третий пешеходами и велосипедисту Ну, мне кажется, здесь, что тоже очевидно, я должна уступить, я поворачиваю налево, я должна уступить и пешеходам и велосипедисту Третий вариант Хорошо, ваш ответ вариант номер 3 Да Следующий вопрос В месте выезда из лесистого участка, где установлен знак боковой ветер, вам следует Первый вариант уменьшить скорость и быть готовым к возможному отклонению автомобиля от заданного курса Второй, не изменяя скорости сместиться ближе к центру дороги Третий, не изменяя скорости сместиться ближе к обочине Да, мне нравится третий вариант, не изменяя скорости сместиться к обочине, да Но по правилам, все-таки это первый вариант, я должна уменьшить скорость и быть готовым к возможному отклонению Выбирайте вариант номер один Да, вариант номер один Следующий вопрос Что означает термин «недостаточная видимость» Первый вариант Видимость дороги менее 100 метров вблизи опасных поворотов и переломов продольного профиля дороги Второй, видимость дороги менее 150 метров в ночное время суток И третий вариант Видимость дороги менее 300 метров в условиях тумана, дождя, снегопада и тому прочее, а также в сумерке Ну, как раз у нас такие условия наступили Вот как раз со вчерашнего дня, да И все-таки здесь 100 метров, это очень мало, мне кажется Все-таки 300 метров Видимость дороги менее 300 метров в условиях тумана, дождя, снегопада Ну, соответственно, третий вариант Хорошо, выбирайте вариант номер три Итак, наш следующий вопрос Кто из водителей нарушил правила стоянки? Первый вариант – водители мотоцикла и грузового автомобиля Второй – только водитель мотоцикла Третий – водитель грузового автомобиля Четвертый – никто не нарушил Ну, стоит знак, что стоянка для легковых машин разрешена Значит, нарушает водитель грузового транспорта Это какой вариант у нас? Вариант номер три Вариант номер три – только водитель грузового автомобиля Третий Правильность ваших ответов нам подтвердит или опровергнет преподаватель учебного центра «Фаворит» Наталья Ленских Здравствуйте, уважаемые телезрители! Здравствуйте, Ольга! Ольга, вы ответили на 10 экзаменационных вопросов И первый вопрос был Сколько перекрестков изображено на рисунке? Вы уверенно ответили Первый ответ – один перекресток – это правильный ответ Обязаны ли вы в данной ситуации включить указатели левого поворота? Как вы правильно сказали, всегда, когда вы поворачиваете, вы обязаны включать указатели поворота Правильный ответ – обязаны Водители должны уступить дорогу другим участникам движения В обоих перечисленных случаях вы дали правильный ответ Продолжить буксировку можно В данной ситуации продолжить буксировку можно только по траектории А Это правильный ответ Какой из указанных знаков информирует о начале дороги с реверсивным движением? Это знак В Вы дали правильный ответ Разрешено ли вам за перекрестком выехать на полосу с реверсивным движением? Конечно, это запрещено, вы дали правильный ответ. При повороте налево для въезда во двор вы обязаны уступить дорогу, пешеходам и велосипедистам вы дали правильный ответ. В месте выезда из лесистого участка, где установлен знак «Боковой ветер», вам следует. А первый ответ правильный, вы ответили правильно. Что означает термин «недостаточная видимость»? Действительно, у нас сейчас наступили такие условия. Вы дали правильный ответ, это третий вариант, 300 метров в условиях тумана, дождя, снегопада. Кто из водителей нарушил правила стоянки? Грузовые автомобили нельзя парковать с заездом на тротуар, вы дали правильный ответ. Вы ответили на 10 экзаменационных вопросов, но все 10 вопросов вы ответили правильно. Очень хорошее знание правил дорожного движения, но тем не менее, Ольга, я вам напомню, что повторять их все равно нужно. Также я это напоминаю всем нашим телезрителям. Освежайте свою память и повторяйте ПДД. Вот и подошла к концу нашей передачи. Дорогие зрители, будьте бдительны, соблюдайте правила дорожного движения и берегите себя. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова